Говоря о кальвинизме, я начну чуть-чуть, даже не похоже вроде бы будет. Прочту из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Вот Христос выразил, в чем суть вечной жизни. «Да знают тебя, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Как важно в нашей жизни Богопознание. Жизненно важно, потому что в этом суть вечной жизни. Чтобы ярче подчеркнуть эту истину, я хочу вместе с вами вернуться в древность, в Едемский сад. Когда Господь сотворил первого человека, предупредил, «От всех деревьев вы можете есть, а только от одного дерева, которое посреди рая Божия, под названием дерево познания добра и зла, от него не ешьте, ибо в день, который вкусишь, смертью умрешь». Я подчеркиваю слово «смерть» – умрешь. Адам очень серьезно воспринял Божье предупреждение, и когда Бог сотворил Еву, Адам Еву научил этой заповеди. И Ева тоже хорошо усвоила. «Пришел тот день». Господь сказал, «В день, в который вкусишь, умрешь». Пришел тот день. Это был роковой день для всех жителей земли, для всех потомков Адама и Евы. И наступила смерть. Ну, после этого Адам еще ходит по земле 900 лет. Ну, мы ответим, смерть духовная, правильно. В чем суть духовной смерти? Привычный ответ, и я всегда так и слышал, и отвечал. Человек потерял общение с Богом. А оказывается, не потерял. Смотрите, после грехопадения приходит Бог в Едемский сад и говорит, «Адам, где ты?» Адам спрятался и говорит, «Я услышал голос твой и спрятался. Это общение или нет?» Бог задает вопрос, Адам отвечает. Значит, общение не прекратилось. Потом он с Евой общается. Потом с Каином общается. Каин, почему лицо твое поникло? Потом он с Ноем общается, с Авраамом общается. И Бог продолжает и продолжает общаться. И не только Бог посылает свое солнце и дождь на добрых и злых, а он общается с людьми, и заповеди дает, и предупреждает, и пророков посылает. Общение не прекратилось. А так в чем же суть смерти? В день, который вкусишь, умрешь. Вот в чем суть смерти. В этот день люди потеряли богопознание. То есть у них поменялось понятие и взгляды о Боге. Я вам сейчас постараюсь это показать. До встречи с Искусителем у Адама и Евы понятие было о Боге такое. Бог добрый, любящий и святой. И для того, чтобы у нас не случилось беды, по своей доброте Бог нас предупредил. Не есть плод, дерево познания добра и зла. А иначе беда случится в нашей жизни. Но после общения с Искусителем мнение о Боге поменялось. Искуситель задал вопрос хитрый, чтобы втянуть в разговор Еву. Но я сейчас не буду разделять Адам или Ева, хотя в другом смысле апостол Павел к Тимофею пишет, что вначале Ева согрешила, а потом Адам. В том смысле имеет значение. В том смысле, в котором я говорю, не имеет значения. Адам или Ева, они обои одинаковые поступки сделали. Они нарушили заповедь Божью, они вкусили плод. Вот, что их побудило. Искуситель сказал, нет, вы не умрете. Я чуть добавлю своих слов, но не искажая смысл. Бог вам не правду сказал. Вы не умрете, вы будете как боги. И когда они приняли весть Искусителя, у них поменялось мнение о Боге. Вначале они думали, они знали таким Бога, что Бог добрый и любящий, и святой. А теперь Бог обманщик. Он неправду нам сказал. Оказывается, мы не умрем, а как боги будем, и недобрый. Потому что он обманом нас хочет уберечь от чего-то хорошего, чтобы мы не стали как боги. Бог нас обманул, чтобы мы не достигли этой высоты. Он недобрый и обманщик. И вот из-за того, что мнение о Боге поменялось, они вкусили, иначе бы они не вкусили. Если бы они остались на позициях Божьих, что умрем, конечно бы они не вкусили. У них мнение о Боге. Они теперь неправильное представление о Боге имеют. И в этом смерть. И теперь, когда Иисус Христос совершил искупление наше, Он в своей молитве, в 17 главе Матфея Иоанна, сказал, вот в чем жизнь вечная, да знаю тебя, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. То есть знать правильно о Боге в этом суть вечной жизни. Да знаю тебя. Вот это как раз потерял Адам Сева в Едемском саду. Самая большая опасность кальвинизма, они нам неправильно Бога преподают. Ну, не нам, слава Богу. Они пытались опроситься на наши библейские курсы лет 35 назад. Братья противостояли этому, мы сказали, не нужно нам это неверное учение. Тех, кто слушает проповеди их, они неправильно дают представление о Боге. Это самая большая опасность в этом учении и в этом направлении. Ну, теперь конкретно в чем? Я назову только три пункта, потому что больших я не имею в виду касаться сегодня. Первое. Человек, или, ну, если кратко, это их формулировки. Полная греховность. Я сейчас поясню, что они имеют в виду и в чем мы не соглашаемся с ними. Второе. Неотразимая благодать Христова. И третье. Стойкость святых. Я вот эти три пункта беру. Это как бы основные в этом направлении у кальвинистов. Первое. Что такое полная греховность? Ну, кальвинисты приводят десятки мест Писания, что в день грехопадения Адама с Евой человек стал окончательно грешен и сам себе помочь не может. И мы так понимаем тоже. Ему нужен спаситель. Сам себе человек помочь не может. И маленькая деталь, кажется маленькой на первый взгляд, но она породила это ложное направление в богословии. Что когда человек духовно стал мертвым, у него не стало воли. То есть человек проявить свою свободную волю больше не может. потому что он мертвый. Приводят такой пример с умершим Лазарем. Вот лежит Лазарь мертвый в гробу. Приходит Иисус Христос с Марфой и Марией и говорит, Лазарь, ты хочешь воскреснуть? Что отвечает Лазарь? Молчит. А он и не может ответить, он мертвый. Поэтому Христос ему вопроса не задает. Просто Христос сказал, Лазарь, встань. Предположим, что с Лазарем лежал еще один мертвый, к примеру, Матфей. Почему Матфей не встал, когда Бог сказал, Лазарь, встань? Потому что Бог не сказал, Лазарь и Матфей, встаньте. Он сказал только Лазарь. И Лазарь встал. А если бы Бог сказал, Лазарь и Матфей, вставайте, встали бы или нет? Конечно бы встали. Это логика кальвинистов. Но она противоречит библейскому учению. Потому что смерть физическая и смерть духовная нельзя провести знак равенства. И Библия не проводит. Умерла девочка, а Христос говорит, она не умерла, она спит. А Адам, умрешь, а он 900 лет ходит по земле. Духовная смерть, а ходит по земле. А девочка физически умерла. А Бог говорит, а это не смерть, это она спит. Приходит, говорит, встань. И она встала, и все. Поэтому провести знак равенства между духовной и физической смертью, это будет неправильно. Кальвинисты свой материал начинают с вот такого предложения. Говорят так. Мы с вами сейчас отправляемся в огромный океан Божьих откровений. Это Библия. В этом океане он больше, чем Тихий океан. И мы на маленькой ладье своей без компаса заблудимся. Поэтому предлагаем взять компас. А какой они компас предлагают? Понятие, что человек грешный воли не имеет своей. Он волю потерял. И поэтому без этого компаса мы заблудимся, говорят кальвинисты. А мы в принципе его отвергаем. Это ложный компас. Этот компас вас к кальвинистам приведет, а не к Богу. А правильно они говорят, что без этого компаса мы с ними по разным курсам пойдем. А они предлагают эту мысль взять за компас. Итак, теперь передо мной стоит задача показать на библейском основании, что человек имеет свободную волю, даже если он грешник. То есть он стал мертвый или грешный, или греховность полная в том, что он хочу делать доброго и не получается, делаю злое. Но это не касается воли человека. И если бы это касалось воли человека, зачем бы были такие места, как сказано, изберите, кому служить. Это Господь говорит до грехопадения или после грехопадения? После. Значит, грешник может избрать. Изберите, кому служить. Таких мест тоже десятки есть. Я специально не имел в виду сейчас цитировать или тем более прочитывать, чтобы материал не был слишком громоздким. Но эти места вы помните и знаете. Изберите, кому служить. И человек вправе избирать. Да, я прошу прощения. Я чуть-чуть вернусь еще к познанию о Боге. Сейчас я посмотрел свои конспекты и увидел, что я пропустил важную мысль. Вот как Бог реагирует, если мы говорим неправильно о Боге? Вспомните друзей Иова. Это были мудрые люди. Это были богословы того времени. Они о Боге рассуждали. Глубокие рассуждения. А потом Бог говорит. Я больше ваши молитвы не приму. Жертвы ваши не приму. Почему? А вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Единственный шанс, если Иов о вас помолится. И второй библейский пример. Евангельский уже. Вот об Иоанне Крестителе мы читаем. Христос сказал, что больше Иоанна Крестителя из рожденных на земле не было человека. А в чем его величие? Все, что он сказал о Боге, было истинно. Это 10 глава Иоанна, 40-й и 41-й стихи. Все, что сказал о Боге Иоанн Креститель, Иов и то ошибался. И то не все точно говорил. Но он лучше говорил, чем друзья его. А вот Иоанн Креститель ни одной ошибки не допустил о Боге. Все, что сказал. Поэтому он самый великий человек. Вот так Бог реагирует, когда мы неправильно говорим о Боге. Кальвинисты нам преподают Бога такого, что он одних людей назначил ко спасению, и он спасет их. А других назначил на погибель. И они погибнут. И они ничего не сделают. Он так назначил. А мы библейского Бога не таким знаем. А мы таким его знаем. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Ну, тогда я перехожу ко второму пункту кальвинистма. Неотразимая благодать. Они объясняют, почему люди не все спаслись. И говорят так, Бог всемогущий или нет? Конечно, всемогущий. Приводят несколько мест Писания о всемогуществе Божьем. И говорят, может быть такое, что Бог что-нибудь запланировал, и у него не получилось. Естественно, опрашивается ответ, нет, не может. И значит, раз люди не все спаслись, значит, он не всех запланировал. Железная логика. А может такое быть, что Бог хочет и не может сделать, потому что человек не хочет? Такое может быть или нет? Кальвинисты исключают это. А Христос говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов. А собрал или нет? А почему? Вы не захотели. Значит, бывает такое, когда Бог планирует, но не может. Нет, не потому, что у него не хватит сил переломить твою или мою волю. Нет. У него этого в планах нету. В вопросе спасения или в вопросе благодати Христовой нам в руки отдана наша судьба. Нет. Конечно, мы себя не спасем. И мы в этом не спорим с кальвинистами. Но Спаситель есть. Христос пришел. Он готов спасти каждого. Теперь, если ты хочешь, спасение возможно. А кальвинисты нам неправильного Бога представляют. Как будто бы он часть людей определил на погибели. Еще опять логика их. Вот в 53 главе пророка Исаии написано «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Если даже человек что-то запланировал сделать, но не все получилось, он доволен будет или нет? Нет. Ну, допустим, я захотел построить трехэтажный дом, купил проект, и начал строить. Моих сил и денег хватило только на подвальное помещение. Я буду доволен или нет? Нет, не буду. Я не закончил. Если бы Христос хотел спасти всех, но Писание открывает, что мало спасаемых, то Христос не был бы доволен. Он посмотрел бы маленькая горстка спасенная, а со мной это масса погибших. А в Библии написано, он будет смотреть с довольством. Значит, все, что запланировал, получилось. Следовательно, он всех и не планировал спасти. А кого запланировал, всех спас. Вот вторая мысль по этому же пункту. А как же теперь понять, почему он будет смотреть с довольством? Нужно, во-первых, понимать, а что он запланировал? В планах Бога создать церковь Иисуса Христа. Нам это открывает послание к ефесянам. В послании к ефесянам изложено учение о церкви, не о поместной, а о церкви Христовой, как сегодня принято называть, Вселенская церковь. И несмотря на то, что появится немало наглых людей, которые отвергнут благодать Христову, он все равно достиг своей цели. Церковь создана. Но он никого не планировал на погибель. Он желал всех спасти, и всем найдется место на небе и в церкви. Но план у Бога был церковь создать. Особенно это открывает третья глава послания к ефесянам. Я сейчас специально тоже не открываю, чтобы не слишком нагромождения были в моих рассуждениях. Итак, он достиг и церковь, на которую посмотрят потом ангелы, архангелы, Серафимы и Херувимы на небесах. Это третья глава, одиннадцатый стих. И через церковь откроется всем небожителям премудрость Божья, что он все-таки церковь создал, несмотря на всю эту борьбу, которая сейчас уже длится в земной истории. Вот поэтому он и будет, смотрим, с довольством. Он достиг своей цели, и церковь создана святая, непорочная, чистая. Вот об этом идет речь. Какое еще вот в отношении избрания, вот неотразимая благодать Божья, то есть неотразимая, это значит, если он запланировал тебя, ты не сможешь отразить его благодать. Она сильна благодать, и ты будешь спасенный. И как будто бы от человека ничего и не зависит. Они еще применяют вот что. Берут, говорят, допустим, вот избрание Бога. Как Бог избирает? Ну, есть такое слово тоже в богословии, суверенитет Бога. То есть Бог никому не подотчетен. Он ни перед кем не отчитывается, как он избирает. Да, мы тоже признаем суверенитет Бога. Но не так, как кальвинисты. И вот они говорят, вот смотрите, пример, Бог избрал Авраама. В Уре Халдейском было много людей. Но это же его было право, кого вызвать из Ура Халдейского и переселить в Ханаан. И он избирает Авраама. Второе, он избирает Иакова, а не Исава. Исава отвергает, Иакова он избирает. Ну, во-первых, что это избрание тоже не безусловное. Бог на что-то ориентировался. Это сердце Авраама. Почему он его избрал? Он ориентировался на сердце Иакова. Почему он его избрал? Он ориентировался на Марию, которую он избрал, чтобы стать матерью Иисуса. На что он ориентировался? А во-вторых, здесь они допускают нечестный маневр. Послушайте внимательно, это важно понять. Они берут примеры избрания на служение, и этот принцип потом резко применяют в другой теме, в теме спасения. Это нечестный маневр. Ну, допустим, когда идет речь об избрании на служителя, ну, допустим, церковь небольшая, и ей нужен один пресвитер. И из многих братьев избирают одного. И в праве, и Бог нам указания дал, как нужно это делать. По Божьему плану, что-то было. Но остальные-то спасения не лишаются. Как я помню, приехал ко мне один человек, он позвонил, когда я буду дома, не скажу, с какой области, но с нашего объединения. И говорит, у меня есть серьезный разговор к тебе. Ну, начал сдалека. Бог мне часто дает откровения. Я эти откровения Ивану Яковлевичу рассказывал. И Иван Яковлевич самым серьезным образом воспринимал. Он уже знал, что у меня много откровений от Бога. И я уверен, что он эти откровения передавал Геннадию Константиновичу, потому что в речах Геннадия Константиновича я слышал свои откровения. Я уверен, что Геннадий Константинович пользовался моими откровениями, которые я получаю от Бога. И сейчас я еще получил Ну, так как Ивана Яковлевича нету, я решил тебе рассказать. Бог мне открыл, что я буду председателем Совета Церквей. Я говорю, а у нас есть уже председатель, Николай Степанович, нам второго не надо. Не нужен нам второй председатель. Ну, так я же молодой еще, пока я вырасту, пока созрею. Но на сегодняшний день он уже отлученный за то, что курил. Но я к чему рассказал этот пример? Что в Совете Церквей председатель один нужен. А спасаемых много, и чем больше, тем лучше. А они берут примеры избрания Божьего на служение, а потом перебрасывают это на спасение. И здесь народ путается. Это называется нечестный маневр. В юности я работал портретистом. Ну, на Кавказе в основном эта работа практиковалась. Вот в Дагестане, в Казахстане, это Средняя Азия. Ну, там что, в чем выражается? А я прихожу, ну, я пробовал только, не получилось, я бросил этот сразу после армии. Приходишь и показываешь два портрета. Вот мы можем сделать такой портрет вашего дедушки, или бабушки, или папы, или мамы. Люди смотрят очень красивый портрет и заказывают. Ну, некоторые, у которых ретушеры были не высококлассные ретушеры, они брали не свою работу, потому что если он покажет свою работу, они закажут. Они брали другого ретушера работу и предлагали. Люди видят очень красивый портрет, а когда приносят, а он не очень красивый. Вот это обман называется. Когда они показывают одну работу, а делают другую. Так и вот это вот с этим избранием. Показывают Авраама и Иакова, а потом перебрасывают. Вот Бог кого захотел, избрал, а кого не избрал, тот не спасенный. Это нечестный маневр. Ну и последний пункт, который я планировал коснуться, это стойкость святых. Ну, логика здесь такая. Мы называем его невозможность потери спасения. Я думаю, ну, я изучал немножечко материалы по кальвинизму. Я уже говорил, я готовился к пресвитерским конференциям. И у меня впечатление сложилось такое, что это главная причина, которая породила кальвинизм. Что в древности богословы переживали о том, что христиане не имеют уверенности в спасении. Как будто бы спасение Христово, оно шаткое и неустойчивое. Ну, это в основном было в среде католиков. И первое рассуждение об этом, что и привело потом, ну, они взяли еще и Августина Блаженного материала, и богословские, это живший еще тысячелетия назад. И как бы первая попытка утвердить христиан, что Христово спасение надежное. Братья и сестры, и мы так говорим, и мы так проповедуем. Но это будет ложно, если только мы скажем, что потерять его вообще невозможно. Нет, если ты хочешь быть спасенным, если для тебя жизнь Христос, и ты со страхами и трепетом совершаешь спасение, Господь совершит твое спасение и доведет тебя, но предупреждает, со страхами и трепетом совершайте спасение. А они эту мысль упускают и говорят, что если Христос спас, не переживай. Аллилуйя, навеки спасенный. А если я грешу, не переживай, ты же дитё Божье. Еще такие примеры приводят. Вот у одного богатого человека был сын, а у соседа был сын тоже. И соседский сын бедняка добрый, уважительный человек, а его сын наглый и бессовестный. Кому он оставит свое имение? Соседскому хорошему или своему плохому? Все равно своему плохому. Так и бог с нами поступит. Если даже у нас и нет победы, ну мы же дети Божьи. Вот и все. И поэтому о чем переживаешь? Значит, в чем опасность этого понимания? Ну, во-первых, они все равно не смогли избежать такой мысли. Если не получается победная жизнь, и откровенно человек встал на путь погибели, будучи христианином, чтобы в своем учении избежать тупика, они придумали такое. Значит, ты ошибся. Как Иоанн когда-то, апостол Иоанн написал, они были с нами, но не были наши. То есть ты ошибся. Ты думал, что ты дитя Божье, но ошибся. И тогда получается так. Борьба у каждого человека есть. Есть подъемы, есть падения. И если человек доверился полностью учению кальвинизма, и потом убедился, что у него не получается жить по-божьему, он делает вывод, значит, я не избранный, я ошибся. И я лично встречал ни одного и ни двух таких людей. Даже с наших рядов. Говорят, а может быть и правда говорят кальвинисты, что есть непредназначенные ко спасению. У меня ничего не получается. А мы не такого Бога в Библии находим. Пока человек жив, доколе есть надежда. От тебя зависит. Господь имеет силу. Господь оттуда поможет тебе. Только кайся. Только держись Христа. Чтобы было, как у Павла Павла, для меня жизнь Христос. И ты обязательно будешь спасенный. Надежда спасения Христова надежна. Оно не шаткое. Но если ты передумаешь, он силой тебя идти не заставит. И вот это избрание, как Господь избирает, очень хорошо иллюстрирует Иисус Христос притчей об ужине у царя. Царь задумал сделать ужин и позвал званных. Когда ужин был готов, он послал рабов своих звать званных. А они стали один за другим отговариваться. Один говорит, я купил валов, мне надо идти испытать, извини, не могу прийти на ужин. Другой говорит, я купил поле, иду поле посмотреть, извини, не могу прийти. А третий говорит, а я женился, поэтому прийти не могу. Когда слуги доложили царю о том, что званные отказались, царь негодовал. И сказал, идите по улицам и переулкам, а потом еще скажет, идите по изгородям и зовите всех. Хромых, увеченных, слепых, всех зовите. И когда они пошли звать всех, пир наполнился возлежащими. Когда вошел царь и увидел, что пир наполнился возлежащими, сказал, много званных, но мало избранных. Вот он принцип, по которому избирается. А кто по этой притче оказался избранным? Кто откликнулся на призыв Божьей благодати? А у кого занятия были важнее, чем ужин у царя? Они званные были, но в число избранных не вошли. А кто решал за них? Они сами решили свою судьбу. Вот такого Бога нам Библия преподает. А кальвинисты нам преподают другого Бога. Итак, я теперь, ну не знаю, прочту или процитирую, наверное, прочту. Потому что я иду к концу уже в своей проповеди и прочту несколько мест Писания о том, что как Священное Писание предупреждает об опасности потерять спасение. Я прочту их много мест Писаний. Но я прочту два-три ярких. Евреям 6 глава 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Значит, те, которые познали Бога, вкусили благого-благого глагола Божьего и отпали. Невозможно обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Это местописание, почему это не по теме, но хочу остановиться, потому что иногда человек, когда не имеет победной жизни, и отступив не может вернуться, говорит, «А, наверное, мне невозможно обновлять покаянием». Нет, здесь в состоянии его указано, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Не когда каются, а когда ругаются Ему. Вот таких невозможно. А если человек кается, пока человек жив, доколе есть надежда. Но это попутная мысль. А главная мысль, что вкусивших глагола Божия, отпавших, такая опасность существует. Второе послание Петра. Вторая глава с 20 стиха. «Ибо если избегших скверн мира через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавшие возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в рези». Итак, братья и сестры, в послании к римлянам апостол Павел Розисия Евангелия в 8 главе 1 стихом говорит такие слова. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». А коленисты учат, если ты во Христе Иисусе, независимо, как живешь, ты спасенный. А Писание говорит, если живете не по плоти, а по духу. Поэтому со страхом и трепетом совершайте спасение ваше, так говорит Писание. Итак, я возвращаюсь к первому стиху своему. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним. Если мы держимся за Христа всеми силами своими, если ты не передумал быть Христовым». Я помню такую аллегорию, придуманную самим, сказал Александр Бублик. Я ее повторю. «Когда ты идешь за Господом, и ты спотыкаешься, если бы ты не ушел с пути Господня, пусть тебя это не смущает, укрепи колени свои и иди все равно за Господом. Если ты так ослабел, что уже не спотыкаешься, а упал, вставай и опять иди, и он тебя не отвергнет. Если ты упал так, что встать нет силы, ползи, но за ним, и он тебя не отвергнет. Если уже силы нету ползти, кричи к нему, и он тебя не оставит. А если ты уйдешь от него, силой держать не будет». Вот это главная мысль Евангелия. Если ты хочешь спасения, а сил нету, в нем есть сила. Он умеет прощать и миловать. Он умеет поддержать и укрепить. А если ты передумаешь, держать не будет, и такая опасность существует. И вот в этом, если Христос, жизнь ваша, да благословит Господь, братья и сестры, я чуть-чуть еще выскажу свое переживание, что я переживал, получится ли мне доступно говорить о кальвинизме. Да благословит Господь знать истинного Бога, не того, которого кальвинисты преподают. Истинный Бог хочет, чтобы им все спаслись. И если ты победить не можешь, ищи причину, но от Бога не уходи. Есть сила во Христе для тебя. Когда же явится Христос, жизнь ваша, и вы явитесь с Ним. Аминь.